В этом году нашему городу не повезло с установкой детских и спортивных площадок. Мало того, что подрядчик сорвал все сроки, объекты должны быть сданы еще 13 сентября, так и качество хромает, как говорится, на обе ноги. Наш корреспондент вместе с ребятами из молодой гвардии проинспектировали объекты и увидели массу нарушений установки элементов детских площадок и спортивных снарядов. Площадка за Тернавской 28Б, спортивная, новая установлена. Турники стоят криво, столбы от турников, не зацементирована внизу, просто лепешка асфальта, соответственно, турник трясется. И такая история у всех трех столбов. Если посмотреть на броси, броси также стоят криво, то есть они не выровнены абсолютно и шатаются. Соединения, которые должны удерживать болты, не докручены до конца, то есть гайка везде, либо сорвана резьба, либо они до конца затянуты. Я так понимаю, та же история и на тех парниках, да? Да, совершенно верно, и на шведской стенке. Если к шведской стенке подойти, здесь можно увидеть, что во время монтажа грязь, либо камень попали под хомут, так называемое вот это вот соединение кольцевое, и они не смогли его до конца соединить. Соответственно, есть риск того, что по столбу вот эта конструкция может пойти вниз, потому что полного контакта кольца со столбом нет. Также здесь гайки нет уже, как мы видели на брусьях, но зато в некоторых местах они просто не докрутили до конца. То есть также здесь гайка крайняя, она шатается, до конца не закручена. Тоже есть риск того, что он пойдет вниз. Если посмотреть на брусья, которые установлены, здесь вот эти вот окончания должны быть зафиксированы до конца, потому что это считается опасным элементом. Вот такой вот открытый, острый конечник. А сама вот эта конструкция устойчивая? Вот эта вот более устойчивая, шатается скорее всего из-за того, что сами вот эти вот столбы гибкие. Но вот если сверху здесь посмотреть... Нет, она шатается. Да, они шатаются тоже. Нормальные брусья так шататься не будут. Да, если бы они были закреплены, они бы так не шатались. Если обратиться к детской площадке, к детскому оборудованию, то здесь вот эти вот негуманные соединения, которые опасны, на детских площадках их быть не должно. А ось везде сбита, то есть они стоят неровно. Вот эти вот крепления фиксировались не по оси. То есть, соответственно, здесь, если вертикально они установлены, здесь почему-то соединение установлено под углом. Ну и, соответственно, они неровно установлены. То же самое и здесь. Более-менее криво. Тут больше, меньше. Обратите внимание, что этот болт открыт, этот закрыт, этот закрыт. Да. Не поставлена заглушка. И здесь видно, что здесь меньше расстояние, здесь больше. Можно сделать вывод, что подрядчик сделал все очень на скорую руку. Не знаю, кто принимал работы, но, видимо, здесь работы, в принципе, даже со стороны никем не принимались. Потому что невооруженным взглядом не надо быть специалистом, чтобы понять, что здесь все сделано очень некачественно. Оборудование само по себе хорошее, но монтаж, который сделан, он, конечно, травмоопасный. И здесь необходимо все исправлять. Сейчас мы находимся на детской площадке у проспект Героев 2. И здесь видно, что уже устанавливали более, либо более ответственно, либо не так спешили. Из замечаний здесь можем сказать, что вот лесенка, которая здесь установлена, так называемая шведская стенка детской площадки, здесь неровно установлены перпендикулярные уровни. Да, вот эти вот. То есть здесь расстояние больше, здесь меньше. С невооруженным взглядом, без инструментов, здесь видно, что они установлены криво. В остальном заглушки здесь на всех элементах, на болтах имеются. Площадка установлена уже гораздо крепче. Ну, здесь также влияет и большое количество точек опор. В целом, состояние удовлетворительное, но в любом случае надо призывать подрядчика исправлять вот эту вот ситуацию с неровными лесенками. Она изначально была неправильно поставлена. Получается, здесь когда катались, она в одну сторону, да? Ну да, она перекашивалась. Она не по уровню была. И в одну сторону она падала, так сказать. А это уже жильцы сами настояли, чтобы переделать? Или они сами увидели неправильно? Я не знаю, я не могу сказать. Я не видела. Ну, тут вообще, вот видите, все раздолбали изначально. Сейчас вот переделали. Я не знаю, кто переделал. И давно она уже вот в состоянии готовности установки. Ну, она, в принципе, была поставлена, наверное, неделю приблизительно. Вот на этом, вот на всем. И потом ее расколупали. То есть, как бы она фактически никогда не была при этой штуке. А что, нам ее переделают или ничего? Ну, вот мы и ездим сейчас, мониторим все площадки, как установили. В некоторых дворах вообще ужасно. Просто все шатается. Ну, вот она, вот так вот, она перекрасывала хоть куда-нибудь и все. Может быть, ее даже не закрепляли, может быть, из-за этого она так вот, ну, перекусила. А вот эти, они, наверное, тоже новые же спорт-объекты? Они же, видишь, тоже забетонены. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да что ж такое-то? Они все. Ну, здесь видно уже. Ну, опять-таки, вот видно, что цемент, а, по-моему, даже щебня здесь нет, то есть, закладные сделаны. И здесь основание самое. А остальные? Все то же самое, да? То же самое. Да, нет. Здесь вроде это. Жестче, да? Такая же площадка установлена в парке ГЭС. В ГЭС, да. Сегодня утром только там были. У них там все стоит очень прочно. Нет, вот этот элемент крепко стоит. Нет, это тоже крепко, что надо. Вот эти два уже. Ну, вот эти два самых проблемных, да? Соточку? Ну, это вообще, он прям выламывается, он вместе с плитой. Смотри, си, Олег, сейчас. Ага. Ну, это реально издевательство такое. Ну, и, соответственно, ждем. Ждем ворот, уже сроки подошли. Где-то в зиму поиграть, да? По-моему, здесь висело объявление, чтобы жители подождали до 7 сентября. 7 сентября уже планировала здесь установка ворот. Но сегодня уже на дворе у нас 7 октября. Да? Да, уже месяц прошел. А ворот так и нет. Уже Конор Макгрегор как был избит, да? А ворот все нет. Ну, там еще сломано. Да здесь то же самое. То есть, нету никаких демпферов, поэтому она вот такой вот шум издает на весь двор. И так как здесь соединений не так много, они очень тонкие. И от удара мячей, особенно вот те секции, которые стоят сзади ворот, они постоянно разрушаются. Появляются микротрещины, и они начинают одна за другой выламываться. Примерно на год-полтора, если дети активно играют, эта уже сетка, она становится сломанной. Соответственно, ее потом уже никак не сделать. Но здесь либо приваривать, в некоторых дворах они просто хомутами делают соединения, но опять же это ненадолго. Мне кажется, простой выход был бы вот под эти трепешки поставить резиновые прокладки, и тогда вот этого дребезжания бы просто не было. И вот видно, что вот где сетка бьется, уже появляется ржа. Ну, соответственно, да. И не ени, да. Разрушение будет. Ну да, это просто тот же самый для жителей дискомфорт, потому что ребят, когда будут играть в футбол, будет вот это дребезжание, и все будут так же. Жители будут на это жаловаться, да. Здесь, видимо, твердо стоит. Уже, может быть, он так крепко прикручен, потому что не основание, а вот эта самая конструкция шатается. Нет, здесь крепко. Здесь тоже крепко. Опять же, проблема вот с этими вот двумя тренажерами. На грудные и на спину. Видно основание то, что здесь шатается. Да, 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 это вообще. То же самое здесь. Сетка также установлена, то есть никаких демпшетов нет на сетке. Любой удар. Опять же, на весь двор слышно. Ну и так же, здесь есть риск того, что вот эти вот элементы, вот эти вот, которые идут, горизонтальные, они просто будут расшатаны изначально, пойдут трещины, и потом они уже окончательно разобьются, и сетка уже будет отходить. Свою функцию уже выполнять не будет. Здесь демпферов никаких нету, ни резиночек, ни специальных приспособлений, чтобы она хоть как-то совмечала удар об сетку. Ну и, соответственно, железо в железо трется, краску уже стерло здесь во многих местах. И здесь пятно соприкосновения есть, пятно контакта, здесь уже пошла жарчина. Подрядчик уже ответит рублем за срыв сроков сдачи. На минувшей планерке в администрации руководитель управления дорожного хозяйства и благоустройства заявил об этом открыто. Но теперь встает еще и вопрос качества. И по-хорошему, подрядчик должен исправить то, что натворили рабочие. Просим считать этот сюжет обращением в администрацию района и надеемся, что некачественные работы не будут приняты. была слабая надежда.